Сура 49. Комнаты. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О вы, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника при вынесении какого-либо решения и остерегайтесь наказания Аллаха. Не совершайте ничего, что противоречит слову Аллаха и затем Пророка. Ведь Аллах слышащий ваши речи, знающий ваши намерения и дела. О вы, которые уверовали! Не возвышайте свои голоса выше голоса Пророка. Когда вы разговариваете с ним и не произносите громко к нему речь, не обращайтесь к нему с громким голосом, какой является речь одних из вас к другим, чтобы не оказались тщетными ваши дела, в то время как вы и не почувствуете это. Поистине, те, которые понижают свои голоса перед Посланником Аллаха, это те, у которых уже испытал Аллах их сердца на остережение, избрал их, очистив их души от всего плохого. Для них от Аллаха прощение и великая награда — рай. Поистине, те, которые громким голосом вызывают тебя, о Пророк, из позади твоих комнат, большинство их не разумеет, как уважать и обращаться к Посланнику Аллаха. А если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, конечно же, это было бы лучше для них перед Аллахом, потому что Аллах повелел людям, чтобы они уважали Его Посланника. И Аллах, прощающий те грехи, которые были совершены ими по незнанию, милосердны, потому что не ускоряет наказание. О вы, которые уверовали! Если придет к вам какой-нибудь непокорный, грешный человек с какой-нибудь вестью, то постарайтесь выяснить истинность их слов, удостовериться в их правдивости, прежде чем передавать это другим, чтобы не обвинить невиновных людей в грехе или преступлении по неведению, а то окажетесь сожалеющими, кающимися в том, что вы сделали. И знайте, что среди вас Посланник Аллаха, и относитесь с должным уважением к Нему, и Он лучше всех вас знает, что для вас благо. И если вы желаете себе то, в чем зло и вред для вас, то Посланник не согласится с вами. Если бы Он повиновался вам во многих делах, то вы бы страдали. Но, однако, Аллах привил вам любовь к вере и украсил ее в ваших сердцах, представил вашим душам ее красоту, и вы уверовали, и сделал для вас отвратительными неверие, непокорность Аллаху и ослушание, неповиновение Его. Те люди, которым присущи данные описания, являются идущими прямо, по истинному пути, по щедрости от Аллаха и по благодати, и Аллах знающий, тех, кто благодарит Его за Его благо, мудры в управлении делами своих творений. И если две группы верующих будут сражаться друг против друга, то примирите их, о верующие, призвав их обратиться за решением книги Аллаха и Суни Пророка. Если же один из них двоих будет покушаться на другого после того, как было вынесено решение и не будет доволен им, то сражайтесь против того, который покушается, пока он не вернется к велению Аллаха, к истине. А если он вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны, строго придерживаясь решения Аллаха и затем Его посланника и не отдавая предпочтений кому-либо. Поистине, Аллах любит беспристрастных. Поистине, верующие, братья, в любых вопросах верующие возвращаются к одной основе – вере. Так улаживайте же отношения даже уже между двумя вашими братьями и тем более примиряйте, когда спорящих и враждующих больше и остерегайтесь Аллаха во всех ваших делах. Может быть, вы будете одарены милосердием Аллаха. О вы, которые уверовали! Пусть одни верующие люди не издеваются над другими верующими людьми. Может быть, они, те, над которыми издеваются, пред Аллахом лучше их, издевающихся. И верующие женщины пусть не издеваются над другими верующими женщинами. Может быть, они лучше их, издевающихся. И не порочьте самих себя, не злословьте друг на друга, и не давайте друг другу оскорбительных кличек. Скверно, мерзко, если слово «непокорность» приписывается человеку после обретения им веры. А кто не покается за свои издевательства, злословия и оскорбления, то те окажутся притеснителями, причинившими себе зло. О вы, которые уверовали! Сторонитесь многих плохих домыслов, подозрений о верующих. Поистине, некоторые домыслы, а именно плохие мысли о хороших верующих – грех. И не следите друг за другом, не ищите в других недостатках, и пусть одни из вас не сплетничают о других. Пусть не говорят о верующих то неприятное, которое он скрывает, будь то его вера, мирские дела, он сам, его семья или его имущество. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Вы же почувствовали отвращение от этого, поэтому не делайте этого. И остерегайтесь наказания Аллаха, прекратите сплетничать, ведь Аллах для тех, кто совершает покаяние, принимающий покаяние, милосердный. О люди! Поистине, мы создали вас из одного мужчины, Адама, и одной женщины, Хаввы, и, размножив вас, сделали вас разными народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Поистине, самые почтенные, лучшие и достойные в этом мире и вечной жизни из вас пред Аллахом, самые остерегающиеся грехов и наказания Аллаха. Поистине, Аллах знающий, сведущий. Сказали бедуины, мы уверовали в Аллаха и его посланника. Скажи ему, пророк, вы еще не уверовали совершенной верой, вы еще не достигли такого уровня, но скажите, мы покорились, подчинились, ибо еще не вошла вера в ваши сердца. А если вы будете повиноваться Аллаху и его посланнику Мухаммаду, он, Аллах, нисколько не умолит ваших деяний, не убавит награды за ваши благодеяния. Поистине, Аллах прощающий по отношению к тем, кто кается в своих грехах, милосерден к ним. Поистине, истинно верующие только те, которые уверовали в Аллаха и его посланника и совершали свои деяния в соответствии с шариатом. Потом не испытывали сомнений в своей вере и усердствовали своими имуществами, отдавали самое ценное и своими душами на пути Аллаха, чтобы обрести его довольство. Те, такие верующие, они правдивые в своей вере. Скажи, о посланник, этим бедуинам, неужели станете вы сообщать Аллаху о наличии вашей веры в своих сердцах, в то время как Аллах знает все то, что в небесах и что на земле? И Аллаха всякой вещи обо всем знает. Ему известно, что в ваших сердцах. Они, эти бедуины, представляют милостью, как будто делают одолжение тебе, о пророк, то, что они покорились Аллаху, что приняли ислам и что последовали за тобой и помогают тебе. Скажи им, не делайте мне одолжений, вашей покорностью Аллаху, что вы приняли ислам. Наоборот, Аллах сам оказал вам милость тем, что он привел вас к вере. Если уж вы правдивы в своей вере. Поистине, Аллах знает все сокровенное, скрытое на небесах и на земле. От Него ничто не скроется. И Аллах видит то, что вы делаете. И воздаст вам за это.